Итак, как всегда, благодаря моей молодёжи я организовала вот этот вот онлайн наш открытый урок, потому что, во-первых, я по всем соскучилась, к сожалению, мы, как раньше, уже не можем видеть друг друга, но мы можем переписываться. Ребята, всем привет, моя любимая молодёжь! И с вами рубрика «Разговоры художника» с Радио Эхо Москвы. Итак, каждый наш урок для тех, кто первый раз на уроке, он имеет свою специфику. То есть мы работаем очень интенсивно, и у нас каждый урок разбит на несколько частей. То есть первое – это наши классические разминочные упражнения, но сегодня мы их несколько разнообразим. И второй момент – это уже непосредственная практика, где мы с вами будем вспоминать то, что мы прошли, для тех, кто уже был моими студентами или является, и для ребят, которые первый раз, просто наслаждайтесь и получайте удовольствие, потому что искусство – это наш бесконечный кайф. Всех рады видеть! Итак, начинаем наше разминочное упражнение. Между нами будет вот такое кольцо небольшое. Итак, наше первое разминочное упражнение – не глядя на лист, не отрывая руки. Сейчас я для гармонии уберу вот этот стакан. У вас ровно одна минута кардиограмма сверху. Так, у нас есть ребята, которые первый раз. Для них я сейчас объясню нашу специфику. Для тех ребят, которые уже со мной давно. Ну, значит, что мы сейчас делаем? Не глядя на лист, не отрывая руки, у нас есть вот эта композиция. И мы словно кардиограмма вот так вот повторяем контур, только верхний. То есть мы не прорисовываем детали. Я знаю, что здесь есть огромное количество каких-то элементов, но вы просто берете верхний контур, не углубляясь. Действительно очень похоже на кардиограмму. Сейчас я быстро возьму ручку и зарисую. Так, как это должно выглядеть. Это будет такой немножко быстрый рисунок, который вам просто должен дать какую-то базу, например. То есть верхняя кардиограмма у нас выглядит вот так вот. Вот она как раз, не отрывая руки, не глядя на лист. Все, работаем. У нас на это одна минута. Время пошло. Ребята, все, кто уже знает все наши разминочные упражнения, мы начинаем, если вы сделали первое, то начинаем второе и третье. У нас есть новенькие, поэтому мы сейчас подстраиваемся под всех. Не все готовы и все знают нашу степень интенсивности. Для тех, кто только что присоединился, не оторвая руки, не глядя на лист, наша верхняя такая кардиограмма. Все, начинаем. Время идет. Я немножко подожду. Так, у нас сегодня, я купила новые штативы, поэтому будем немножко прыгать, но стараться, чтобы все было хорошо. Надеюсь, вы отлично проводите лето. У нас сегодня отличная погода, можно загорать, можно высаживать растения на грядках, кто сейчас на даче. Итак, для тех, кто сделал первое разминочное упражнение, вы легко можете писать в чате, потому что я это вижу, и для меня очень важна обратная связь. Сейчас мы делаем второе разминочное упражнение. Также мы повторяем, не глядя на лист, не отрывая руки, верхнюю кардиограмму. И сейчас, когда мы доходим до края стола, мы рисуем еще и нижнюю кардиограмму. Вот она у нас с вами. Вот как раз я веду по контуру. Вот она. Вот у нас верхняя кардиограмма. То есть в итоговом рисунке у нас должно получиться что-то типа такого. То есть мы не пририсовываем внутренности. Верхняя, нижняя. Не глядя на лист, не отрывая руки, у нас на это одна минута. Для тех, кто идет впереди планеты всей, просто подождите, пожалуйста. Очень хочется узнать, как у вас новости. И я действительно скучаю по моим группе «Молодежи до ста». К сожалению, нам пришлось разлучиться. Но я всегда про вас помню. И помню, как мы делали выставку нашу. В общем, вот такая у меня была талантливая группа. Надеюсь, что сейчас вы тоже продолжаете эти навыки, которые вы получили. Вы их активно используете. Хотя я знаю, что очень важно иметь такое вот вдохновение. Итак, у нас закончилось время. Сейчас мы переходим к третьему разминочному упражнению. Мы тоже рисуем верхнюю и нижнюю кардиограмму, да, как это. Не глядя на лист, не отрывая руки. И везде, где мы можем положить руку, мы это обозначаем. То есть, если это стакан, это у нас такой полукруг. Пакет у нас такой прямоугольник. Здесь у нас круг. То есть, даже если там есть крышечка, мы все равно вот это все демонстрируем. Итак, продолжаем. Что дает нам это упражнение? Для тех, кто впервые. Во-первых, мы с вами развиваем мелкую моторику. И самое главное в рисовании – рука глаз. Рука глаз – это наша мантра, которую я повторяю на всех своих занятиях. Потому что ваш глаз видит на самом деле все. И наша задача – приучить глаз и руку, подружить их, видеть вот эти все детали. Например, все перспективы, а это будет у нас с вами следующее разминочное упражнение, они как раз и заключаются вот в этом видении. Действительно, когда вы рисуете, например, архитектуру или какие-то сложные строения, то есть вы сразу в голове разбиваете это. Видите вот эти углы, под которым это идет. Наши формы геометрические. Ведь все предметы, все, что окружено человека, сделано человеком. Оно как раз все заключено в геометрических формах. Например, мы с вами видим вот этот предмет, это у нас полусфера. Вот это у нас имеет прямоугольность. Ну, как говорится, все по порядку, чтобы вас не перегружать. Кто только что подключился, пожалуйста, наше первое разминочное упражнение. Сделаем его быстро, даю одну минуту, не глядя на лист, не отрывая руки. Кардиограмма сверху, потом кардиограмма сверху, кардиограмма снизу. И везде, где мы можем положить руку, рисуем кардиограммы сверху, кардиограмма снизу. И обозначаем вот эти полусферы. Я знаю, что сейчас у нас немножко разная аудитория, да, для тех, кто уже в курсе всех событий. Или тех, кто только начал. Поэтому где-то я буду напоминать наши старые знания. И рисование это на самом деле не какой-то супермагический навык, который вот невозможно овладеть. Все, кто может нарисовать прямоугольник, руку, квадрат, треугольник, простые геометрические формы уже умеют рисовать. Потому что из всего, что нас окружает, все формы, 90% предметов в доме, это форма книги. Сейчас мы скорость на нее перейдем. Итак, я переключаю наше... Сейчас будет щелчок. Я буду, чтобы рука не тряслась, я придумала вот такую штуку. Видите, я немножко усовершенствовала технически. Это вот все моя молодежь. Научила меня разным моментом. И, кстати, с моей молодежью до 100. Как раз это был первый опыт, когда я стала преподавать именно онлайн. И дико-дико боялась. Но сейчас я так несколько подноровила. Я поняла... Ой, господи. Сейчас, подождите. У меня выскочила эта штука. Чтобы не моталась, мы ее сделаем крепышом. Итак, что мы сейчас делаем? Мы будем тоже очень быстро на уровне моторики. Спираль с малого. Разворачиваем ее до большого на весь лист. Потом переворачиваем лист. И у нас идет от большего к меньшему в виде спирали. Вот это упражнение, оно нам дает тоже развитие руки. Его также используют в арт-терапии. На самом деле, если вы прорисуете вот таких вот огромное количество спиралей, от большего к меньшему, от меньшего к большему, то это тоже разгрузит эмоционально. Не помню, какую это эмоцию убирает. Но я где-то вот нашла это на американских психологических форумах. О том, что действительно это упражнение решает огромное количество, в том числе, внутренних задач. То есть на вопрос, нужно ли людям рисовать. Да, нужно, и нужно рисовать всем. У нас в бывших странах СНГ не развита институт арт-терапии и психотерапии. И за счет огромного количества, ну, скажем так, не совсем профессиональных людей. И вот эти вот все упражнения по рисованию, к сожалению, их недооценивают. Тем временем мы рисуем наши спирали, то есть от меньшего к большему, переворачиваем лист. У нас их должно быть 5 листов, мы должны их заполнить. Итак, у нас остается еще 30 секунд, так что успевайте. И сейчас мы с вами разнообразим вот это упражнение. Я сейчас возьму тетрадку, я ее... Где моя тетрадка? Так, вот она нам пригодится. Или это не та тетрадка? Ага. А ты знаете, есть такая шутка, да, что какие хорошие гости, да, когда по интернету, что вроде все в гостях и не надо кормить. Вот, но здесь есть своя специфика, что иногда хочется что-то подойти, подсказать. И вот посмотрите, да, например, я делала вот из спирали, то есть это все создано, вот такие рисунки. И современные художники очень часто используют нашу тему со спиралью как элемент такой арта. Мы с вами сегодня как раз изучим несколько техник и попробуем современных художников, которые изменят, и приемы, которые изменили наше современное искусство, дизайн. Вот я даже вам книжку нашла. В общем, вот, я вам показала. Непривычно, что нет голоса, потому что здесь все равно коммуницировали. Итак, что я вам сейчас показываю? Наша задача сейчас взять лист бумаги, то есть каждый рисунок у нас идет на новом листе бумаги. У нас бумаги очень-очень много здесь тратится. Что мы делаем? Значит, первое. Сначала мы рисуем прямоугольник. Представим, что это вот лист бумаги. Мы рисуем первый прямоугольник в уголочке небольшой, то есть у нас должен все-все вместиться. И дальше, вот если... Ну, сейчас вот мы сделаем его, я вам покажу. Мы делаем разверстку. То есть если... Все мы помним прекрасную школу, когда мы это создавали. Вот, например, вот этот предмет рисуется очень просто. То есть сначала мы с вами научимся сегодня рисовать книжку, рисовать здание и рисовать стол. На самом деле на это все надо 10 минут. Вот, то есть вы уже уйдете с определенными навыками. Но это наши разминочные упражнения, которые повторяются из раза в раз. И здесь мы набиваем руку до автоматизма. Итак, у нас есть прямоугольник. Дальше, что мы делаем? Мы проводим линию горизонта и проводим наше вот это базовое ребро. Ну, здесь вот даже удобнее показать. Мы проводим базовое ребро. У нас есть точки. И, соответственно, вот этот треугольничек тянется сюда, вот этот сюда, вот этот сюда, вот этот сюда. Эта точка тянется сюда, вот эта сюда. Вот у нас такой получился куб над нами. И когда мы видим жопку вот у предмета, как здесь, это значит предмет над нами. Мы рисуем вот такой куб. А потом мы делаем второе. Рисунок тоже повторяем, но только грань у нас здесь будет уже. Вот так вот мы ее уменьшаем. Тоже тянем вот сюда, вот эту линию. И вот у нас уже получается книга. Видите, как все просто. Так что, я не знаю, в рисовании нет никакой магии. Одно сплошное удовольствие и детское любопытство. Итак, делаем книгу. Ну, то есть вот это наши вспомогательные линии. Мы можем их легко стереть. Вот они. И для тех, кто успел, мы с вами можем дальше идти вперед. Дальше мы делаем линию горизонта. Когда мы не видим ни жопки, ни головы, то это значит предмет находится как раз перед глазами. Есть такое здание в Нью-Йорке, называется утюг. Если вы найдете его фотографию, вы сразу увидите все вот эти законные перспективы. Но мы ласково называем ее разверсткой. То есть мы убираем профессиональный сленг, чтобы не пугали ребят этой всей терминологией. И вот у нас есть разверстка. Значит, то же самое. Мы проводим линию вперед. Из верхней точки мы тянем сюда. Из нижней точки тянем сюда. Из этой точки тянем сюда. Из этой точки проводим вот такие параллели, параллельные нашему ребру. И вуаля! У нас уже начинает получаться здание. Когда у нас есть здание, мы это все с вами пока посмотрим на практике. Немножко терпения. То же самое мы дублируем, но только вот эту часть мы с вами убираем. И вставляем только вот эту вот и базу вот эту на горизонте. Итак, у нас вот эти линии, где строятся окошечки, где располагаются, они находятся, раз это у нас ребро, и оно ближнее к нам, они, соответственно, располагаются абсолютно на одинаковом расстоянии. Потому что практически все в человечестве, все, что создано человеком, оно имеет прямые иглы, как правило, ну, за исключением каких-то круглых предметов. И оно подвержено такой определенной симметрии и пропорции. То есть, когда говорят, о, это такое природное, на самом деле просто в природе нет острых углов. Даже если вот вы пойдете где-то, ну, вот, я не знаю, где сейчас кто находится, ну, вот вспомните море, например, если, когда вы поднимали галики, да, и даже если там что-то немножко вот такое угловое, то оно все равно вот это скошенное. И вот это и называется природа. Нету там острых углов. Но в человечестве все время одни острые углы, вы даже можете посмотреть по сторонам, что вот эти предметы, они вокруг нас, то есть, по сути, форма книги. Итак, мы с вами проводим вот эти вот, делим на одинаковом расстоянии, чтобы понять, где окошечки. Делим это все, потом проводим линии, потом делаем линии вот так вот. И самое главное, что мы помним, что чем дальше от нас туда, ну, как бы в глубину, тем расстояние вот здесь вот между вот этими линиями, оно становится все уже, уже и уже. Собственно говоря, вот. И как мы с вами рисуем здесь окошечко? Сейчас мы его вынесем немножко отдельно. То есть у нас вот это здание, да. Возьмем, ну, например, вот такой угол наклона. Да, ну вот самое такое. Вот у нас вот эта стенка. Вот она между зданиями. И чтобы нарисовать окошечко, получается, что эта часть идет параллельно вот этой линии, вот эта часть идет параллельно вот этой, вот эта часть идет параллельно вот этой линии а вот это идет параллельно вот этой вот вам и окошечкой дальше мы с вами как раз можем это все нарисовать и смотрится это все очень очень органично и вот еще для новеньких объясню это у нас классические такие застройки современные а например есть у нас испанские домики до возвращаемся снова к этой разверстки вот на ее примере я сейчас покажу вот эти домики которые расположены у нас например на горке то же самое мы обозначаем вот эти вот все элементы у нас допустим вот есть будет окошечко да и вот здесь у нас как мы знаем параллельно вот вам испанский домик или португальский домик может быть у кого есть сельское хозяйство они тоже узнают эту архитектуру кто живет именно на холмах а вот здесь например у нас с вами будет дверь да все то же самое вот видите да у нас начинает это все получается так что за 15 минут мы с вами уже освоили как рисовать дом остальное все просто навык вот вам испанский домик которые находятся на углу вот там так что все все очень максимально просто вот если вы немножко так чтобы придать глубину там тень да и вот они там на каких-то вот этих горах находится тут можно деревце добавить да не будем немножко говорю что непривычно что я не слышу ваши веселые голоса и без обратной связи немножко специфично и так мы с вами уже освоили книгу освоили дом и это все наши родственники да вот из этих вот разверсток как раз у нас все и произрастает а теперь мы с вами возьмем нижнюю разверстку то есть как раз мы тут видим голову и как раз тоже потому что принцип получит даже отдельно вынесу нам то есть мы также проводим линию как везде это линия горизонта который все стремится и создаем нашу вот эту разверстку далее немножко коряво потому что мне тут неудобно вот вот у нас пожалуйста тот же самый принцип только снизу и вот у нас уже с вами получился столик языке и вот он абсолютно правильно выстроены от остальное просто практика то есть наша задача просто находить вот эти вот геометрические всем формы вот я вам пока показываю здесь как этот столик выглядит если у нас всего одна ножка тут мы то есть тут у нас четыре ножки если у нас одна ножка мы тоже очень просто этот момент и решаем где она расположена то есть у нас вот есть например ну форма ну вот к примеру да сейчас ну вот например вот вот так под таким углом находится наш столик мы делаем вот такое пересечение то все говорю тут никакой абсолютно романтики или фантазии это просто обычная геометрия абсолютное черчение то есть это не творческие элементы все вот мы нашли где находится вот эта ножка пусть она будет такая вот витиеватая да вот это мы подтираем вспомогательные линии ну и соответственно это может стать там и змеем воздушному что угодно столом шкафом там вот все все наши предметы быта строятся конкретно вот по такому принципу и так это мы закончили с разминочными упражнениями ой так непривычно что сама с собой это господи разговаривал сейчас мы немножко по с вами поиграем а для моей для моих студентов это уже упражнения известны но для тех ребят которые присоединился впервые мы как раз с вами и познакомимся я не буду брать здесь какие-то такие сложные элементы скорее давайте мы возьмем какие-то игровые что здесь у нас да то есть снова подтверждаем фактор что рисовать это легко то есть если из одного прямоугольника мы создали с вами книгу издания в двух вариантах стол тоже в нескольких вариантах вот из этого прямоугольника насколько всего получилось то сейчас мы поиграем с кругом вы берете следующий лист или переворачиваете каждое каждое упражнение мы делаем на пустом листе и соответственно тут сбоку рисуем вот такой круг и наша задача найти 5 предметов которые имеют форму круга но здесь вот такая мордашка девочки чашечка у нас очки воздушный шарик и велосипед это мои какие-то эксперименты вот но ваша задача как раз зарисовать те предметы которые как базируются на круге даже например вот эта чашка которую мы с вами его даже посмотрите яблоко она как раз и похоже на вот имеет вот эту форму круга даже вот эта пипочка у нее она тоже такая видите с элементами окружности или вот эта чашка той же дамы мы ее как раз сделали в разминочных упражнениях и мы с вами прекрасно видим что она тоже имеет вот эту форму полукруга базовой итак теперь ваша фантазия у вас на этом три минуты нам нужно сегодня достаточно плотно позаниматься пошалить вспомнить детство когда мы открыты всему интересному и новому так что вот видите я вам уже показала что рисовать на самом деле все очень просто достаточно научить глаз видеть вот кстати да вот по прямоугольной форме вот здесь тоже делала эскизы для урока вот как раз видите у нас из круга вырастает куча всяких предметов здесь у нас есть прямоугольник соответственно сейчас мы работаем с кругом и минуты вертим головой по сторонам все что вас окружает то есть это лампа это может быть господи ну вот чашки как я сказала просто начинайте узнавать дверные ручки если у кого-то такая форма начинайте узнавать именно вот эти геометрические формы вашей жизни потому что у нас сегодня впереди еще очень много интересного я даю на это три минуты время идет у нас осталось еще две минуты так что ребята работаете сейчас я уберу пакет это у нас как реклама бренда не заметила я сразу поэтому работаем очень конечно хочется слышать ваши голоса ну как говорится я знаю что вы со мной непривычно и у нас есть тоже не несколько родственников которые базируются наше искусство это наш главный родственник это сезон с его плоскостями и градиентами это ван гог с его фактурами пикассо с его вот этими легкими графическими линиями и такой разломанной разверсткой каждых предметов вот но мы сегодня трогать не будем потому что на каждого нового родственника у нас есть отдельный урок где мы отрабатываем все эти навыки у нас осталось еще одна минута пожалуйста успеваете я вся в интриге от того что у вас получилось просто в нетерпении так и потом наш общий чат скиньте пожалуйста те кто не в нашем общем чате пришлите в личное сообщение я хочу вами гордиться и так у нас остается еще чуть-чуть времени еще есть время я прям будящий око так что успеваете ищем все предметы но должно их в итоге получиться пять которые содержат вот эту форму круга я тут тоже посмотрела у коллега такие интересные упражнения которые ребята тоже дают ну у них немножко другая технология но сегодня мы не будем трогать хотя хотелось бы тоже поделиться все время у нас вышло и так сейчас мы что с вами делаем рисуем если у вас есть какая-то цветная ручка или черном черный маркер такой вот жирный или что-то вот ну какой-то маркер фломастер рисуйте пожалуйста три коляки да вот они должны заполнять наш лист три коляки таких вот прям экспрессивные вы не должны абсолютно здесь думать плохие дни или хорошие просто коляки я здесь взяла два цвета красный и розовый и наша задача из каждой вот этой коляки вырастить вырастить создать да что то такое вот органичное здесь я для примера опять же взяла такой дачный домик то есть как вы видите что здесь такая все очень быстро и экспрессивно потом вот вид из окна да моя молодежь сразу узнает этот вид мы уже столько раз рисовали и обычный маркер ну то есть у нас получается что из коляки из хаоса появляется такая структурированная реальность если вы посмотрите то здесь у нас снова абсолютно классические геометрические формы то есть треугольник здесь у нас как раз привет наши разверстки вот он этот элемент перспективы да вот эти вот угловые все вещи крыша домик а здесь у нас еще одна крыша домика то есть форма книги просто под углом ну и какие-то такие вот темпераментные штуки здесь у нас тоже форма прямоугольника 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 и прямоугольника действую же базовая форма прямоугольника но здесь вот фломастера имеет такую округленную в конце форму я его скруглила но тоже все вырастает вот из обычных геометрических форм наша задача просто научиться их ведь и узнавать и так из коляки 3 коляки и получается вот у нас такой вот из хаоса в как это хаос есть хаос а есть противоположное слово господи ты боже мой память и девичья система вот система структура то есть мы из хаоса создаем такую структуру у вас на это упражнение я вам даю пять минут время идет пожалуйста главное ничего не анализируйте то есть наша задача здесь просто баловаться и изучать мир как дети вот я сегодня когда шла домой я обратила внимание на то что это детеныш ему наверное ну лет пять он какой-то стеклышко нашел залез на какую-то поверхность и в это стеклышко рассматривает вот этот мир и с таким любопытством что мне тоже захотелось подойти и сказать дай посмотреть и к сожалению с годами мы начинаем решает другие задачи и у нас происходит такой немножко замыленный не за что замылены замученность происходит господи и нам уже не вот этих вот маленьких радостей каких-то исследований вот этого мира до которые есть вот у детей и вот сейчас наша задача немножко соприкоснуться вот с этим нашим любопытством дети же ничего не анализирует вон с какой гордостью они коляку нарисуют это помню в детстве тогда мне было психотравма я нарисовала лошадку принесла вы сказала будет как как вам взрослые вид что это а там ну вот примерно как мы делали второе ну такое спиралевидное рисунок вот как мы с вами на разминочных делали вот я это когда гречек я так оскорбилась а неужели не видите что это лошадка ну вот тоже самое вот и у нас должно быть да то есть мы делаем не для как кого-то мы мы просто исследуем этот мир и радуемся что у нас есть это возможность это любопытство и вот этот анализ там когда вы тоже вот вчера у меня девочка была хорошая такая девочка не нужно было объяснить для учебы там несколько моментов и и там настолько сильно перепсихотравмировали я в руку с подешу ты там в голову там на на это набили всяко всякого ненужного я бы что говорю забудьте это просто психотравма ваша зачем они сами так поступили так этим временем у нас остается еще одна минута и она в итоге я все объяснила и как бы вот потому что 90 процентов времени с учениками ты занимаешься с их психотравмами потому что какой-то идиот что-то не только уложил а люди поэтому мучаются все оставшуюся жизни перепуганные рисованием и вообще боятся потому подойти как будто бы это какой-то страшный зверь у нас остается еще 30 секунд у нас строго всегда ограничено во времени я признаю что я иногда даю такого послабление больше времени но здесь у нас именно вот дайте страсть в рисунок не таите в себе ничего просто работаете как вам нравится и главное работаете с удовольствием и сегодня мы с вами как раз тоже мы сейчас перейдем я купила такую замечательную тоже книжку вот это называется идеи которые меняли графический дизайн все время вышло меняем упражнение и вы можете потом без меня это все доделать или пересмотреть урок потому что я его сохраню и он будет в открытом доступе я надеюсь меня получится его перенести на youtube и тогда он будет еще в более открытом доступе потому что не у всех есть инстаграм и так сегодня мы с вами поэкспериментируем у нас есть еще 20 минут так что оторвемся по полной идеи которые меняли графический дизайн на самом деле эта книжка не только про дизайн но и про искусство почему вот например я знаю что в постсоветском пространстве нет не было вот этого обучения с современному искусству вот этим трендом всем которые происходили и поэтому ребят происходит такое типа ну то есть был всегда такой фигуратизм реализм и вдруг что-то такое абстрактным типа что это за хрень такая но на самом деле вот сейчас мы немножко прикоснемся и сами испытаем на себе что это за хрень и как эта хрень получилось вот в 21 веке и про что вообще сейчас дизайн и искусство мы будем идти постепенно у нас на каждое упоряжнение с вами будет по одному по 5 минут то есть у нас как раз должно вот мы должны уложиться ну во первых шрифты на теле то есть с графикой работали достаточно много именно с текстами очень много работали художники различные сейчас ваша задача то есть это у нас вот и в 63 году понятно но это как бы американские европейские художники которые тоже брали с элементы с татуировок которые сейчас в таком колоссальные моде сейчас ее делают все и в том числе молодежь до 100 я знаю таких ребят которые пошли первый раз там же таком зрелом возрасте делать себе татуировку чтобы вот будем модными молодежными ну и тоже почувствовать этот вот новые опыты и новый тренд и так ваши задачи сейчас вы придумывайте какой-то небольшой текст а может быть какая-то пословица поговорка ну или какая-то фраза которая придет вам в голову вы создаете такой элемент как сможете да то есть это может быть какой-то предмет или какая-то часть тела там ну здесь вот у нас так тут не видно у девочки здесь задействована грудная клетка и вот этот вот надпись абсолютно обыграна да или вот например вот здесь вот молодой человек полностью выцарапал у себя на теле мы таким заниматься не будем мы все-таки интеллигенция а вот ну в смысле что господи сейчас с этой темой толерантности что-нибудь скажешь и потом думая что ли я сказала просто нарисуйте там неважно какой-то стакан например да вот эту форму там например и вот здесь какая-то вот эта надпись просто мы вот эту тему со шрифтами попробуем и здесь вот в чем тоже интерес вот этой вот техники искусства то есть тело становится как холст да то есть художник он уже становится не просто носителем какой-то идея но и его тело его стиль его форма самовыражения уже становится каким-то произведением искусства и отсюда появляются вот эти надписи отсюда появляется вот эти вот татуировки или какие-то вот эти моменты то есть вы мы сейчас просто берем какой-то предмет да вот или например уже возьмем нам знакомую форму книги то есть что-то мы сделаем главное чтобы нам попробовать вот кто-то может даже вот такого комедийного какого-то героя нарисовать есть вот на пусть на пузечки были вот по бокам по тельцу очень замечательно бы ой хусподи я головой стукаюсь об этот штатив страсть моя она безгранична тянусь к искусству ну то есть тоже можно какие-то надписи создать у нас остается одна минута вот и мы с вами при приходим к другому пока это у нас будет интрига я пока пока не показываю ну давайте а там что-то по повеселее это тут вот давайте вот мне кажется дальше работ будет на ура так у нас остается 30 секунд так что шустрим у нас такое да я помню мы там ну вот моя молодежь делилась со мной что по зум у нас было 69 человек в группе а и это был такой вот опыт именно работы онлайн колоссально молодежь она поддерживала много пережили вместе и любовные драмы и там что только что только не было между нами и вот это говорю вот тогда то тоже ребята давайте обратную связь вот мы тогда создали вот этот чат наш и это было очень-очень замечательно очень-очень мой я скучаю по своей молодежи так тем временем у нас время прошло и так сейчас что мы какую-то же технику попробуем эта техника лучей изначально вот эти вот лучи они были очень популярны в в религиозных господи изображениях у будды у христа они давали такое ну как называют аура и феномен такой вот какой-то знаете магической магии да это тоже вот и в китае тоже там вот эти вот молодцы дун чтобы создать вот эту принадлежность к к религиозным дать высшим силам он тоже вот изображался с такими вот лучами но это активно сейчас используется в дизайне в искусстве вот например микки маус а ему добавили вот такие лучи здесь у нас мы видим тоже до элемент вот этой лучезарности на самом деле это вот взятые именно из религии и кстати вот мы тоже тогда с моей молодежью я тогда им показывала книжку я сейчас подождите пока нарисуйте какой-то предмет да вот несколько предметов и по добавляйте к ним лучи если есть цветные какие-то формы фломастеры или карандаши то вы можете делать их цветными и абсолютно стандартный предмет даже если например мы берем вот эту чашку мы кладем на лист рисуем но если мы начинаем вести из нее лучи как раз она придаст такой новый абсолютно образ а я пока посмотрю книжку и боже какая удача такая удача я ее очень быстро нашла а пока работаем у нас есть еще три минуты вот здесь вот эта книжка по иконописи и называется иконографический беспредел необычная в православной иконе и вот если вы будете смотреть вот эту книжку не хочется конечно вас сейчас перебивать но хочется вам дать максимально много интересного как раз в ней да вот это тоже вот канонические вот эти лучи и вот эти вот аура принадлежность к таким к высшим силам если вы будете рассматривать вот эту книгу то вы автоматически узнаете очень много форм и изображений которые используются сейчас в современном искусстве и на самом деле вот очень много взятой из религии вот эти формы изображения просто не все ребята вот посмотрите например химеры да вот они видно вам вот как раз вы видите изображение животного вы видите тоже вот этот вот канонический образ и собственно говоря крылья это тоже сейчас активно используют в искусстве то есть ничего такого люди нового на самом деле не изобрели и основная наша вот эта база которая сейчас называется концептуальным или современным искусством она прежде всего черпает себя из-за религиозных изображений потому что мы знаем ну в иудаизме нет так же как и в исламе нет никаких символов ну там типа идолопоклоуничество там все такое ну как бы запрещено какие-либо формы ну вот единственное исключение это рыбалю магический ладно не буду ходить то сейчас начнется да там за еврейский народ за родину а вот вот посмотрите тоже да такой вот интересный образ если вы сейчас увидите тоже до необычные тоже все горы ничего такого никто не придумал вот пожалуйста все эти изображения они взяты с религиозных образов вот они просто есть католики есть она у христиан в христианской ветви буддизме там кришна и кришна и да и ребята кто там еще у нас есть католики православные ну да все все ребята которые базируются на первые части торы ночи книги святые они потом каждый немножко углублялся в свои какие-то формы изображения и особенности и подачи за счет этого получается что верят все в одного человека форма обрядов и форма рисунков она абсолютно в каждой стране и даже вот в каждом регионе она разная да то есть ничего нового никто не придумал просто вот пожалуйста очень хороший пример итак у нас пришло время да я надеюсь что вы дали немного святости обычным предметом до за счет добавления вот этих лучей и дальше мне кажется вот это будет вам очень понравится вот эта часть да и давайте вот мы возьмем еще там прасть стилизации и ук и орнамент вот это все у нас если я я как бы хреновый теоретик по моему это все идет из модерна это когда вот это украшательство красивое все такое а вот наша задача сейчас взять наши формы которые ну и не знаю да вот который мы делали там ну например вот что до чего яблоко да дотянусь вот это котомка или все что у вас как раз под рукой или там стакан какой-то или там еще что-то такое в чем фишка стилизации мы сейчас ее как раз попробуем суть стилизации в том что она отсекает все лишнее то есть у нас остается по сути вот если мы даже сейчас видим вот этот цветок да мы убираем все все лишнее все вот эти детальки то есть мы оставляем такие только полу намеки вот кстати чтобы научиться стилизации мне понадобилось три месяца истерик потому что она у меня упорно не получалось я привыкла вот к этой детализации всего а в стилизации наоборот то есть ты отказываешься от деталей ты оставляешь только какой-то конкретный образ даже not элемент у нас в стилизации ну вот давайте даже вы ну например тоже наш родственник пикассо он тоже этот элемент стилизации постоянно использовал то чтобы нам нарисовать домик нам не обязательно прорисовывать все вот эта стилизация то есть мы убрали все вот эти наши разверстки все вот эти вот тонкости вот но вы прекрасно понимаете что это домик у вас вот по вот этим красным линиям вы это считываете то есть то же самое до элементы стилизации когда мы там например берем ну что-то такое да ну вот например я сейчас что-то вот так вот сделала вот тоже да мы понимаем что это звереныш какое пусть это будет лошадка лошадка да раз мне там в детстве было это психотравма что я приняли за огуречек в общем это лошадка ну или можно было тут вот так вот его вы не вынести хвостик да там был бы там например там куда другой звереныш вот это вот про стилизация вот пожалуйста сейчас возьмите то есть если мы делаем например стакан а вот он да вот это вот форма как раз мы с вами убираем все лишнее мы оставляем только вот эту базовый вот этот контур вот он идет ну допустим так мы вы сделали то есть мы не прорисовываем там по сути ничего только такое вот обозначение там яблоко у нас тоже идет вот фрукт вот он такой ну то есть там много там если листик у нас добавляется вот там если это дерево тоже все схематически да вот например вот такая все сделаю по-детски но зато очень понятно да вот он пожалуйста это элемент стилизации до чтобы нам нарисовать комнату нам не обязательно рисовать всю комнату нам достаточно сделать чё это коряво делаю ну ладно вот посмотрите да у нас получается уже такая комната вот это про стилизация в общем ребята делаем у нас еще впереди так а тем временем время то вышли кстати видите тоже до стилизуют не только картинки реализуют еще и сами буквы у тоже хочется такое тему взять интересную по поводу пальцев и появилось такое но это тоже все взято из военного периода когда началась вторая мировая война там ну и в том числе первая мировая когда нужно было что-то вот этот вот политическая пропаганда набирала большой вес и тогда в моду вошла вот эта тема с пальцами пододвину наверное вот этот вот плакат вы знаете больше всего да вот именно такой указательный палец его часто тоже покажу тему сжатые кулаки то есть если здесь у нас указательный палец он указывает с призывом каким-то а ты что-то делаешь в этот момент а вот здесь у нас сжатый кулак это символ власти гнева что мы там например против чего-то и вот сейчас я вам покажу сейчас я найду этот найду господи где он так тут у нас красный с черным нам это пока не интересно но это говорю что вот когда вы покупаете какие-то книги по искусству или берете их нам почитать библиотеки просто попробуйте повторить все стили вам станет сразу понятно в общем не найду я сейчас итак у нас есть указательный палец есть у нас такой желтый кулак и наша сейчас задача и видите тоже да он сделан стилистически как мы до этого делали наши задачи сейчас придумать какую-то историю то есть если у нас указ указательный палец это типа иди сюда а ты а это ну типа да знаете этот момент сжатый кулак это власть сила гнев типа мы там против или там боже мой а вот выберите какой-то из этих форм рук пальцев придумайте какой-то сюжет к чему он призывает или на что он пытается обратить внимание или например против чего он как это мы против всего плохого за все хорошее да вот какая то вот такая вот история надо тоже все успел со времен упи первой мировой войны идиот в общем сделайте что-то такой типа плакатом чтобы сильно не мучиться мы можем с вами пойти на хитрость и вспомнить детство берете руку берите карандаш вот так вот у нас обводите да если сжатый кулак то вот так вот вы будете на вот вы искажаете в общем вот да вот тоже чего бы нет потом тут что-то дорисуете делаете тут и палец немножко скрутила но в этом вся и прелесть ну и собственно говоря вот вы его покрываете например там черным или цветным то есть мы делаем такой четкий икон который этот тень типа свободу попугая свобода попугаем вот вот так и ребята делаете главное делаете нас искусство но такое пока не попробуешь ничего не ничего не произойдет это вот мы с вами только попробовали четырнадцатые годы двадцатые четырнадцатые годы прошлого века впереди еще столько интересного я вот честно скажу что у меня тоже бывает там какой-то творческий кризис я беру какую-то книгу вот по истории искусств и начинаю просто смотреть какие-то стили и создавать кстати вот тоже в религиозных книгах тоже тема рук она имела огромное значение то есть я честно говоря не очень хорошо знаю христианскую культуру честно скажу я ее воспринимаю больше как через символы и образы ну то через визуальные ряды вот а учитывая что ну как бы часть торы это и есть там ветхий завет они по текстам идентичны ну то есть я понимаю блин как близость да вот вот этот вот момент но все равно там есть такие определенные отклонения ну вот даже смотрите то вот с руками у нас есть тема здесь вот эти два пальца да как которые показаны тоже в это тоже говорит тема с руками тоже вообще не в двадцатом веке изобрели руки давали огромное количество символизма и вот посмотрите например вот вы видите здесь шар который держит огромная рука которая откуда взялась да вот здесь вот тоже из это бельгийская аллегория христианства бельгия вот здесь тоже у нас есть руки тоже без ну вот из какого-то такого не знаю что это тело с глазом вот то есть говорил что ничего тут такого нового да и вот посмотрите например это вот львов с животными ну давайте не будем отвлекаться от рук то есть мы с вами сейчас делаем свой такой постер из символов и мне тоже вот хочется как ознакомительно показать вам вот эту тему с руками например руки в эту иконопись да наверно иконопись правильно я могу ошибаться городусь вот вот в терминологии вы не обращаете внимание и кстати да вы тоже посмотрите интересный момент это греция и это наверное богоматерь до богородица русалка это 19 век тоже да то есть ничего нового никто не придумывает просто делает такое современное прочтение но мне хочется вот тоже да есть правда не с руками а тут у нас в эти три головы изображено а есть еще иконы которые изображают например несколько рук а ну вот например это тоже третий руки как-то надо показать он три руки 1 2 3 до или вот например джованни бога богача франция это 1410 век тоже видим да вот эта тема рук она всегда была актуальна так что вот вот посмотрите той же с ликом озвереныша изображение так что ребят вот поэтому вас я вам эту книжку показываю а вот пухлый иисус да вот он такой вот тоже да вот эти ребята такие пухлики это тоже это львов 16 век вот то есть я вам это показала для того чтобы вы поняли что вам не стоит бояться искусства от слова совсем но тоже да тема вот с этими отрубленными руками тоже вот она везде там тоже в этих формах очень много каких-то ну вот например тоже фреска вот видите тоже руки-ногие вот учил депрессивно конечно 13-14 век ну туда у как-то люди вот такие вещи любили изображать да вот тоже такой момент так что ребята ничего не нового абсолютно ничего начинаешь разбираться с историей и начинаешь сразу понимает что ночь это вот тверь да вот вот такие формы типа 16 век так что не должно вас ничего больше пугать не в искусстве а вот кстати дал про ним по вот у нас и со стали нам да я думаю что возможно кому-то из вас близко эта тема то есть той же да вот эти моменты тоже вот то что мы делали с со святостью давать с этой мощь были и вот такие изображения а вот например вот такая вот например есть да то есть это тоже все не нового вот с батькой да вот такие изображения то есть я говорю что абсолютно вот у нас такое есть тоже изображения так что поэтому вообще вас ничего не должно пугать больше я вам показала а вот тоже так интересная работа тоже да вот она так что все перетекает одно из другого когда начинаешь вот эти все визуальные образе сейчас я немножко щелкну дёрна так изучать как это все перевернуть вот ребята и вот у меня их это вышел такая фигня над головой это мой штатив а вот я отодвину в общем вот ребята у нас закончился урок я вам сегодня немножко конечно по верхам прибежались захотелось дать максимально больше и как всегда интенсивно пожалуйста пришлите свои работы которые вы создали во время урока и вы можете доделать что-то после урока то есть это не то наоборот приветствуется что вас это про стимулировало к творчеству подведем итоги как вы поняли что рисовать на самом деле это очень очень легко достаточно научиться видеть везде геометрические формы и мы с вами взяли прямоугольный круг и поняли да что это еще проще чем кажется что наши мантры это рука глаз и все формы изображения которые возможно непривычны для восприятия сейчас на самом деле они были всегда и в том числе в 90 процентов 90 очень много каких-то моментов взяты именно из старых там 16 века 14 век именно из религиозных образов и из религиозных визуальных рядов вот я очень рада вас видеть и я надеюсь что мы немножко поболтаем в нашем чате присылайте обязательно свои работы и я по вам очень скучаю приходите на уроки с вами была лени смарагдова и раз как этот радио эхо москвы проект культ просвет все ребята я с вами прощаюсь целую до новых встреч